Современные военные городки появятся на островах Курильской гряды в 2016 году, ВПК «Нейм». Жилой район для военнослужащих Волочаевский городок «Источник». Цанта, 2 марта. Более 350 зданий и сооружений общей площадью свыше 260 тысяч квадратных метров будут возведены на островах Итуруб и Кунашир в ближайшие два года, сообщила пресс-служба Восточного военного округа. Уже в 2016 году военнослужащие ВОН, проходящие службу в регионе, переедут во вновь построенные военные городки с развитой инфраструктурой. Летом-осенью 2014 года на острова были доставлены необходимые строительные материалы и техника, подготовлены площадки для строительства, залиты фундаменты. В настоящее время на объектах задействованы свыше 100 техники и около 300 строителей. Часть военной инфраструктуры планируется сдать в эксплуатацию в декабре текущего года. Кроме того, к 2020 году построить для военнослужащих ВОН новые автономные городки, а также модернизировать действующее, планируется на острове Сахалин. Строительство новых и обновлений имеющихся военных объектов на Сахалине будет вестись по той же схеме, что и на Курилах. Военные получат новые жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, а также объекты культуры и спорта. 2 марта 2015 года права на данный материал принадлежат сам. Томатериал был размещен правообладателем в открытом доступе.